Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях, расскажут мои коллеги в студии Наталья Белыш. Трое на взятке. В Киевской области на горячем взяли сразу троих прокуроров. У восьменянек в Украине появится еще один контролирующий орган. Третье по списку. В какой тревожный топ-лист попала Украина? Доступно объяснили, какой довод бросили в лицо чиновнику активисты, недовольные инициативой Минфина. Похить, если сможешь, кто на этот раз выдал новую порцию компромата на бывшего мэра Херсона. Начнем с громких задержаний. Сразу троих прокуроров Киевской областной прокуратуры взяли с поличным сотрудники СБУ и ГПУ. Ирина Романова выясняла, кто эти люди, с кого, за что и сколько они требовали. Давайте посмотрим. Новость о задержании на взятке сотрудника одной из местных прокуратур Киевской области появилась на сайте ГПУ накануне вечером. Подробностей немного. Пресс-служба ведомства сообщила лишь, что слугу закона взяли на горячем. Во время передачи ему 375 тысяч гривен. И добавила фото, разложенное на столе купюры, прокурорская форма, пистолет и флаг Грузии. Но кто брал, а кто давал и за что не уточнялось. Чуть позже уже на сайте СБУ появились другие цифры. Оказалось, что задержан не один, а трое. И работают они не в местных прокуратурах, а в прокуратуре Киевской области. Якобы находясь в зуговаре, они требовали от представителя коммерческой структуры 30 тысяч долларов. За то, что снимут аресты счетов предприятия, которое подозревалось в уклонении от уплаты налогов. Службы безопасности также уточнили всех трех фигурантов. Взяли прямо в рабочих кабинетах после получения половины взятки. И сразу же открыли уголовное производство. Сегодня утром мы обратились в ГПУ с просьбой конкретизировать, кто именно задержан и в каком районе. Оттуда нас отправили в СБУ. В Киевском офисе службы безопасности от комментариев тоже отказались. Мол, тайна следствия. Свет на личности задержанных, точнее одного, провело интернет-издание «Прокурорская правда», сославшись на свои источники в Генпрокуратуре. Указывают на прокурора Киева-Святошинской, местной прокуратуры Киевской области Георгия Целая. В местной прокуратуре нам подтвердили, что прокурор с такой фамилией у них действительно есть, но сегодня на работе отсутствует. Его нет. Я не могу надавать такую информацию. Это пресс-секретарь прокуратуры Киевской области. В прокуратуре Киевской области рассказать о Сылая, а также назвать имена и фамилии других задержанных, отказались. Отправили в ГПУ следствия, мол, ведут там. Добавили лишь, что областная прокуратура назначила свою служебную проверку. Мы говорим про затримание двух работников прокуратуры Киевской области на трех. Это одна местная прокуратура, но один работник из отдела, и другой работник из местной прокуратуры. Где сейчас задержаны и избраны ли им уже меры пресечения в Генпрокуратуре ни слова. Ирина Романова, Валентин Белич. Подробности. В самой столице погорели чиновники покрупнее. Речь идет о начальнике государственной фискальной службы Киевской области и его подчиненных. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ и СБУ. Одного из задержанных подозревают в крышевании конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 20 миллионов гривен. Фиктивная фирма обслуживала около 100 предприятий области, обналичивала деньги и помогала откосить от налогов. По данным правоохранителей, руководство госслужбы практиковало регулярные поборы предпринимателей и своих подчиненных. Приближенные к начальству заносили деньги несколько раз в неделю. Во время обысков были изъяты 4,5 миллиона гривен, коллекция брендовых часов и печать эффективных фирм. У одного из фигурантов обнаружили российский паспорт. В ГПУ и СБУ ситуацию пока не комментируют, а в ГФС нам заявили следующее. Полгода назад нами были получены сигналы о том, что ряд должностных лиц ФС в регионе, в Киевской области, организовали систематическое получение незаконного вознаграждения, были получены доказательства вины. Сейчас проводится подготовка документов и всех остальных порциальных действий для предъявления ПИДОСР. А вот директору Института сельского хозяйства в Одесской области взятки носили чемоданами. Полмиллиона гривен в багаже – это только часть суммы, которую руководитель научного учреждения требовал у директора исследовательского хозяйства, которое подчиняется институту. За вознаграждение он должен был отменить проверку на предприятии и оставить директора на занимаемой должности. Надзор, еще надзор. Финансовые потоки под контроль еще одной структуры. Зачем Министерство экономики? Свои силовики и чего от них ждать бизнесменам? Разбиралась Елена Митясова. Одним ведомством больше, Минэкономики, инициируют создание службы по финансовым расследованиям. Об этом идет речь в опубликованной Министерством концепции эффективного регулирования. Чиновники предлагают под эгидой Кабмина объединить экономические подразделения СБУ, МВД и налоговой. Считают, такой шаг снизит давление на бизнес и вернет доверие людей к госорганам. Но вот эксперты другого мнения. Это стало модно. Каждый фактически орган в Украине хочет иметь свой силовый блок, свой спецназ. Мы имеем сегодня 8 органов, которые борются с коррупцией. Это будет еще не меньше третий орган, который будет заниматься финансовыми расследованиями. Это лишь будет позволить до конфликта между ними, до снижения эффективности этой работы, до дополнительных коррупционных возможностей. В Европе, говорят аналитики, действительно есть практика, когда для борьбы с финансовыми преступлениями объединяют разные структуры. С одной стороны, это экономит бюджетные деньги, с другой, в несколько раз уменьшает количество проверяющих. Но будет ли это действовать в наших реалиях? И захочет ли хотя бы одна из правоохранительных структур терять контроль над финансовыми потоками? Ведь Министерство экономики предполагает, что новая структура не будет заниматься разыскной деятельностью, а только аналитической работой и расследованиями. Давайте возьмем там, 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 объединим, взяли монстра, который опять будет нажать на бизнес, делать провокации, заниматься незаконной прослушкой, выявкой документов. Ну, такой громадный монстр будет просто заниматься рекордом и только усугубить ситуацию с экономикой Украины. Здесь очень важно другого, чтобы вот эта новая служба, новая служба, занималась исключительно следствием. Никакой оперативно-расследовательской деятельности. В Министерстве экономики от комментариев пока отказываются, мол, все только на стадии проекта. Зеленый свет инициативе должен дать Кабмин. А вот чтобы структура заработала не на бумаге, а на деле, говорят эксперты, необходимо реформировать кодексы и внести изменения не в один законопроект. Елена Митясова, Сергей Еременко, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. А пока Украина в тройке стран-лидеров, чьим экономикам в следующем году грозит дефолт. Такой прогноз опубликовала одно из наиболее авторитетных в мире аналитических агентств Bloomberg. Первое место досталось Греции, второе в Венесуэле, ну и на третьем мы. Вероятность, что нашу экономику в следующем году постигнет крах, по мнению аналитиков, почти 18%. Причина это огромный внешний долг и политическая нестабильность. Свою роль играют и аннексия Крыма, и конфликт на Донбассе, из-за чего инвесторы опасаются вкладывать в Украину деньги. Не спешит выделять новый кредит Украине и Международный валютный фонд. Украинский вопрос снова не включили в повестку дня работы фонда на ближайшее время. Об этом свидетельствует график работы Совета директоров, опубликованный на сайте МВФ. Напомню, временно фонд приостановил сотрудничество с Украиной осенью минувшего года, призвав Киев разобраться с политическими распорями во власти и эффективнее бороться с коррупцией. Переговоры с МВФ возобновились в апреле этого года с приходом в кабмин нового премьера Владимира Гройсмана, но решения до сих пор нет. Своё кондитерское нет замминистру финансов Сергею Марченко сказали активисты. Во время пресс-конференции, где обсуждался вопрос о сокращении стипендий, в лицо чиновнику метнули тортом. Этим нехитрым способом студенты дали Минфину понять, что такая экономия им не по душе. Это антисоциальная форма. Сегодня пытались обжаловать адвокаты Валерия Постного, одного из ключевых фигурантов так называемого газового дела Онищенко. Все подробности узнаем от Анны Каменевой. Нет подозреваемого, нет заседания. На рассмотрение апелляции на свой же арест не явился сам Валерий Постный. Болеет, говорят его защитники. Лечится в санчасти СИЗО. Кто его должен был доставить в зал заседаний, обвинение или защита, разбирались прямо в суде. Мы не в праве ни транспорт какой-то вызывать, ни каких-то людей ему давать в качестве сопровождающих. Всем этим занимается сторона обвинений. Ничто не помешает положить его перед видеокамерой и провести эту видеоконференцию. Но он не хочет этого. Он хочет участвовать, хочет высказать свою позицию. Передвигаться самостоятельно подозреваемый не может, уверяют адвокаты. Но вот в конце июля НАБУ получила заключение независимой судебно-медицинской экспертизы, которая свидетельствует, что Постный симулировал наличие у него проявлений заболевания. Защита утверждает иное. Я додал уже новые документы, что станет его здоровым, отвечает его диагнозам. Он проходит ликование. Поэтому посылание на то, что он симулирует именно сейчас, есть в меньшей мере, в меньшей мере некорректной. В данном случае суд обязал доставить подозреваемого на следующее заседание 7 сентября. И сделает это обвинение. Напомню, Постный один из ключевых фигурантов газового дела Анищенко. НАБУ ранее заявляла о 20 подозреваемых. Задержали только 12. Нардеп успел покинуть страну, а вот остальных семерых накануне бюро объявило в розыск. Среди них и мать Анищенко Инесса Кадырова. Ее подозревают в причастности к созданию преступной группировки, легализации доходов, полученных незаконным путем и фиктивном предпринимательстве. Анна Каменева, Василий Миновчаков. Подробности телеканал Интер. А Шевченковский райсуд стал сегодня полем боя. Активисты подрались с правоохранителями на заседании по делу о взрывах возле Верховной Рады. Столкновения произошли после отказа в отводе судьи. Началось все с того, что конвоиры попытались вывести из зала подозреваемых Игоря Гуменюка и Сергея Крыняка. Завязалась потасовка. В сторону правоохранителей полетели бутылки и скамейки. Но конвоирам все же удалось вывести подозреваемых из зала. Затем суд продолжился. Гуменюку и Крыняку продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Кроме этого судья отдала обвинительный акт прокурору на доработку. Напомню, ровно год назад возле Верховной Рады произошла трагедия. В результате взрыва гранаты погибли четверо нацгвардейцев. Несколько военнослужащих были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадали более ста правоохранителей и гражданских, в том числе и журналисты. В МВД открыли ряд уголовных производств против активистов. По данным следствия гранату бросил боец Свободовского батальона МВД «Сич» Игорь Гуменюк. А вот очередное закрытое заседание по делу торнадовцев сегодня прошло без скандалов. В зале Абалунского райсуда столицы присутствовали все 12 обвиняемых. Юрий Шевченко, который на минувшем заседании признал свою вину и суд отпустил его под домашний арест, прибыл в сопровождение охраны. Я напомню, бывшего командира роты патрульной службы особого назначения «Торнадо» Руслана Онищенко и 11 его бойцов обвиняют в совершении ряда тяжких преступлений. В том числе изнасилования, похищения, разбой и грабеже. Сегодня планировалось допросить троих потерпевших, но успели лишь поговорить с одной пострадавшей, поэтому заседание перенесли на завтра. Она полностью подтвердила факт с коней деякими працівниками роты «Торнадо» злочину задоволення стативу пристрости неприродним шляхом. Ввинуваченому Лешаку и ввинуваченому Онищенко два попереджения уже было сделано за цей судовый розгляд. За порушение поведенки подчас судового заседания. Это вполне нормально и вполне естественно. Когда тебе лгут просто-напросто, ты срываешься и говоришь об этом. Никто вину не признает. Патрульная Николаева снова в центре скандала. Это видео снимали очевидцы ночного дебоша. Все началось с того, что парень и девушка поссорились. Она выскочила из «Мерседеса» и села в такси, но уехать не успела. Подоспел еще один молодой человек. Вместе со своим приятелем они стали бить по машине, а затем набросились и на самого таксиста, который сделал им замечание. Прохожие вызвали полицию. Приехали сразу пять нарядов, но на дебоширов их появление особо не подействовало. Они продолжали сквернословить и лезть в драку. Патрульные при этом останавливать молодых людей тоже не спешили, как уверяют очевидцы. Только под натиском собравшейся толпы правоохранители все же отреагировали. Они задержали одного из участников этого инцидента, а второму позволили сесть в джип и уехать. По поводу этого ночного скандала в Николаеве высказался советник главы МВД, народный депутат Антон Герасченко. На своей странице в фейсбук он написал гневный пост молодых людей, которые устроили дебош, он назвал полуголыми пьяными гамадрилами и пригрозил, что закрыть дело или порешать не выйдет. Что же касается полицейских, которые стояли, процитирую, разинов в рты, то все, кто не выполнил свои обязанности после проведения служебного расследования, будут уволены. Отличились полицейские в Чернигове. Патрульные избили мужчину прямо посреди улицы, все происходящее снимали на мобильные телефоны прохожие. Поплатился он за то, что вступился за женщину, которая торговала на улице картошкой. Правоохранители хотели составить на нее протокол за торговлю в неположенном месте. Мужчина встал на защиту, тогда на него набросились патрульные. Один повалил на землю, заламывал руки и даже перебросил мужчину через себя. В результате на него, видимо, как на злостого нарушителя порядка, патрульные надели наручники и составили админпротокол за неподчинение полиции. Сами правоохранители утверждают, что действовали в рамках закона и служебные полномочия свои не превышали. Так как человек не подкорился в вымозе патрульного, до него был использован физический вплив, то есть физическая сила. После того, когда он перестал вручаться, на него был складен протокол про административные правопорушения за ст. 175, невыконание законных вымог полицейского. Кстати, это уже третий инцидент с новыми полицейскими в Чернигове. Не так давно задержали пьяного патрульного, который устроил аварию, его уволили, а потом застукали полицейскую, которая воровала товар в магазинах. Она пока отстранена от работы. А вот полицейские, которых подозревают в убийстве жителя поселка Кривое озеро Александра Цукермана, обжалуют свою меру пресечения. Апелляционный суд Николаевской области начнет рассматривать дело уже завтра. Из троих арестованных иск подали двое. Это старший лейтенант Николай Хоменко и сержант Александр Причипайда. Их задержали после убийства и поместили под стражу до 25 сентября. Полицейских обвиняют в превышении служебных полномочий. Напомню, Александр Цукерман скончался 24 августа. По данным экспертизы, причиной его смерти стало внутреннее кровотечение в результате выстрела в область сердца. Местные жители считают, что сотрудники полиции забили его до смерти на глазах у жены и двоих детей. Доминиканская история с бывшим мэром Херсона обрастает новыми подробностями. На этот раз заговорил тот, кто обвиняет Владимира Сальда в своем похищении и предоставил новую порцию компромата. Все подробности узнаем от Елены Зориной. Доминиканская история экс-мэра Херсона Владимира Сальда началась в курортном регионе Пунта-Кана. Сюда политик приехал из французской Ниццы, где семью отпраздновал 60-летие. Здесь же его задержали и арестовали за похищение человека. Еще вчера жена Сальда заявила, что все было с точностью, да наоборот, это политик-жертва. А тот, кто на него заявил, его и похитил. Приехал Денис Пащенко на этот дом. Увидел, что он освобожден. Он берет эти же наручники, эти же на ноги, заковывает себя. И на такси приезжает сдаваться в полицию, что он вот такой пострадавший. Это Херсон и офис политика, где по утверждению жены Сальда появлялся Пащенко, когда якобы был похищен. Сейчас, говорит охрана, здесь остался только завхоз. Сегодня с нами связался сам похищенный. Прислал запись, где якобы Сальда дает инструкции жене, что говорить о его пребывании в Доминикане. Любочка, привет. Я так осторожен со связью, потому что у меня появилась информация, что якобы вот из-за моих там каких-то встреч в Крыму с какими-то там крымскими чиновниками, СБшники могут меня задержать сейчас, если я вернусь. Если будут спрашивать, почему так долго я отсутствую, скажи, что я подвернул ногу на водных аттракционах. Жена Сальда утверждает, таких разговоров не было. Мол, муж ей не звонил. И вот что рассказывает о том, кто распространяет эти записи. Он мошенник. Он это делал не только у нас, а со многими людьми. Испании, Вангру. Если разговаривал, то слишком на голове. Так что я не могла вообще понять, кто это и что это. Запись, утверждает Денис, сделана в особняке, который арендовал в Доминикане политик. Она не единственная. Есть еще. Ранее именно он придал огласке разговор, где человек, голос которого похож на голос Сальда, рассказывает о своих связях с ФСБ России. Сейчас их изучает служба безопасности Украины. Я решил установить микрофон, чтобы собрать какое-то доказательство. С тем, что происходит у нас сейчас в Украине, каждый день гибнут люди. И человек, который представляет себя политиком, представляет политическую партию, которая называется «Наш край». Говорит, что ему важен наш город. И за спиной у людей контактирует с страной-агрессором, передая им информацию. С Владимиром Сальда, рассказывает Денис, знаком пять лет. Вместе ходили по ресторанам, иногда были совместные проекты. Он сам приехал. Он ко мне обратился, он позвонил ко мне с Украины еще. Он мне объяснил, что хотел переждать какую-то конфликтную ситуацию. Сальда снимал там очень хороший особняк. Она очень закрытая территория. Одно из лучших мест здесь, в Пунта-Кане. Одно из самых дорогих. В этом же особняке, вспоминая Денис, его и удерживали. Я был похищен всего в течение пяти часов. Это произошло 18 августа, в тот день, когда Сальда был арестован. Меня обманным путем он завлек себе в особняк. В этот момент на меня набросился его телохранитель. Одел на меня наручники. Сальда ударил меня электрошокером. Кто кого похищал, выяснят правоохранители. В Доминикане депутат Сальда арестован на три месяца. В Украине полиция тоже ищет похитителей. Но самого политика. В этой истории наверняка выяснится еще немало интересных деталей. Елена Зурина, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер. Позицию депутатов из политсилы «Наш край», в которую входит господин Сальда, мы узнаем на следующей неделе, когда заработает Верховная Рада. Почти 700 мин и более 200 артснарядов выпустили боевики за минувшие сутки по украинским позициям и домам мирных жителей. Противник более пяти часов не прекращал огонь по поселку Зайцево. О последствиях этого обстрела подробнее расскажет Ярослав Кречко. Эта ночь в Зайцево была одной из самых тяжелых за последнее время. Кроме уже привычных минометов, боевики ударили из артиллерии 152-го калибра. Все началось, как только стемнело. Я так часто стоял на посту, почувствовал свистеть и зашел в укрытие. Это сейчас на лице Виталия улыбка. А ночью в течение пяти часов выйти из укрытия не могли не только военные, но и мирные жители. У Владимира Васильевича вражеский снаряд калибра 152 мм. Упал в огороде. Вот мягкий грунт, конечно, оно смягчило это. Удар. У соседки Татьяны снаряд боевиков разорвался прямо во дворе. Стены дома иссечены осколками. Окна и крыша разбиты. Как раз ей сказала, ма, пойдем в подвал, пойдем в подвал. Я не пойду, она вообще в подвал никогда идет. Ей, во-первых, плохо, давление поднимается, сердце. Я ее потащила в подвал. Только я ее усадила, меня как в долу. Из подвала Татьяна еще выбегала перекрывать газ, чтобы дом не загорелся. И спасать собаку. А потом до утра вместе с мамой сидели в подвале. Плакали. Зашел и прошел. И почему? Я уже сел, нету, не знаю, сейчас дети приехали. Бросай все, бросай все. Бабушка сидит, никуда я не поеду отсюда. Утром к дому Татьяны пришли соседи. До наступления сумерек все вместе пытаются хоть как-то залатать крышу и прикрыть окна. По 280 дырок в одных воротах можно сделать. Это специалисты делают. Хорошо им платят. Из-за постоянных обстрелов боевиков в Жованке, так называют эту часть Зайцева, уже два месяца нет света, рассказывает Людмила. Она здесь фактически за председателя сельсовета. Нам людям уже нечего выдать. То, чем люди могут застеклить окна или закрыть окна, накрыть крышу. То есть материалы строительные у нас закончились. Два раза в неделю жителям бесплатно привозят хлеб, иногда еще и вещи первой необходимости. Сейчас в селе на линии огня живут более 200 человек. Семеро из них дети. Ярослав Кречко, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. На имя президента Узбекистана Ислама Каримова приходят поздравительные телеграммы от президента США Барака Обамы, а также от китайского лидера Си Цзиньпиня. Повод это приближающаяся годовщина независимости страны. Но президент в ответ молчит. Почему, расскажет Данил Русаков. Жив или мертв Ислам Каримов до сих пор неизвестно. Официальный Ташкент не подтверждает и не опровергает информацию о кончине узбекского лидера. Она появилась еще вчера вечером на одном из оппозиционных сайтов. Версия государственного телевидения. Лидер госпитализирован с инсультом и сейчас находится в реанимации. Тем временем некоторые информагентства уже опубликовали черно-белое фото Каримова и некрологи. Но даже если Каримов жив, вот уже несколько дней он физически недееспособен. По закону при таких обстоятельствах вступает в силу 96-я статья Конституции. Формально она влечет некоторые административные последствия. Власть в стране временно переходит к главе Сената. Однако никакого экстренного созыва парламента до сих пор не было. Напротив, появилась информация, что под домашний арест якобы взят вице-премьер республики Рустам Азимов. Это произошло сразу после сообщения о смерти президента. Политологи, оппозиционные журналисты называют 26-летнее непрерывное правление ислама Каримова коллективным бессознательным. Они утверждают, глава государства лишь вершина айсберга. Решение последние годы принимали коллегиально. В эту группу якобы входит супруга узбекского президента Татьяна Каримова, глава службы национальной безопасности Рустам Инаятов, премьер Шавкат Мурзиев, а также взятый якобы под домашний арест Азимов. И как склонны считать политологи, никто из этих людей вероятным преемником не станет. Однако нужную кандидатуру найдут и согласуют именно они. И к консенсусу малая группа властных интересантов, похоже, еще не пришла. По нашим данным, сегодня утром кортедж президента был замечен в центре города. И если человек на самом деле болен, то почему его кортедж разъезжает? То есть, понимаете, очень много таких моментов, которые больше говорят о том, чтобы в стране как-то была погашена паника. Тем временем в Узбекистане вовсю готовятся к торжествам по случаю независимости. Их запланировали на 1 сентября. Однако уже сегодня стало известно, официальной программы не будет. Народные гуляния, как и предполагалось, пройдут в городских парках. Что касается официальных заявлений, то многие аналитики уверены, до 1 сентября появится преемник, который выступит с обращением к нации по поводу 25-летия независимости страны. Данила Русагова, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Двух высокопоставленных чиновников Северной Кореи публично расстреляли из зенитного пулемета. А все потому, что один из них позволил себе задремать на совещании, которое проводил сам лидер этой страны Ким Чен Ын, а второй в своей работе не точно выполнил рекомендации правительства. Оба чиновника работали в министерствах этой страны. Один занимал высокий пост в Минобразовании, второй возглавлял Министерство сельского хозяйства. Их поведение расценили как прямой вызов власти, обвинили в коррупции и приговорили к публичной казни. Дети на службе террора. В новом ролике ИГИЛ пятеро детей убивают пленных. В одном из мальчиков британец узнал своего 13-летнего сына. Как ребенок попал к джихадистам и какова его дальнейшая судьба, расскажет Светлана Чернецкая. Новое поколение боевиков джихадистов. Террористы ИГИЛ в очередной раз шокировали мир. В пропагандистском видео они показали пятерых мальчиков с оружием, на вид им от 10 до 13 лет. Одеты в военную форму и выступают в роли палачей, расстреливают пленных, захваченных бойцов курдского ополчения. В ролике детей обозначают как курда, египтянина, тунистца, узбека и британца. В правительстве ее величества пока не готовы подтвердить национальность мальчика, но ребенка узнал его отец. С матерью мальчика он расстался еще в 2004-м. Вскоре после этого бывшая супруга познакомилась с эмигрантом Джунаидом Хусейном, под его влиянием приняла ислам и три года назад уехала с новым мужем и сыном в Сирию, где присоединилась к боевикам ИГИЛ. Сейчас британка Салли Джонс известна как Ум Хусейн Британия или Белая Вдова. Она самая разыскиваемая террористка в мире. Джонс подозревает в организации атак на территории Великобритании. Отец мальчика, увидев пропагандистское видео, ужаснулся. Он помнит сына послушным и веселым ребенком. Теперь же, если когда-нибудь мальчик захочет вернуться на родину, ему грозит обвинение в убийстве. В Соединенном Королевстве ответственность за уголовные преступления наступает с 10 лет. В последнее время террористы ИГИЛ привлекают в свои ряды все больше детей. Правозащитники из организации Human Rights Watch заявляют, что боевики регулярно рекрутируют малолетних мальчиков в лагерях для беженцев в Ираке, обещая хорошие заработки. Детей используют как солдат в боях и смертников для террористических атак. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности британское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Приграничный дерибан. Кто и куда пристроил полтора миллиона из бюджета Евровала? Ядарный вирус. Черные копатели расширяют свою географию. Пуля для президента. Кто готовил покушение на Барака Обаму? Очередного взяточника задержали в Харьковской области. Начальник отделения инспекторов погранотряда требовал 15 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиас. Деньги передала женщина, которая хотела выехать за границу вместе с несовершеннолетним ребенком. Разрешения от отца у нее не было. И чтобы на границе не возникло проблем, она согласилась дать взятку. Подстраховалась еще и потому, что везла с собой незадекларированную валюту. Полтора миллиона гривен исчезли при строительстве стены на границе с Россией в Черниговской области. В хищении этих денег военная прокуратура подозревает пограничников в Черниговской области Облавтодор и Укрспецстрой. Об этом известно из постановления Деснянского райсуда Чернигова. В прошлом году пограничники заключили с Облавтодором договор об обустройстве в Семеновском районе противотанкового рва и бруствера. Но дорожники выполнять эти работы сами не стали, а наняли Укрспецстрой. Поскольку у этой компании не было собственной техники и не было персонала, привлекли еще одну фирму – Исида Групп. По мнению следователей, есть признаки, что эта фирма фиктивная и никаких разрешений на обустройство границы у нее нет. Как и документального подтверждения, что труд сезонных рабочих был оплачен. Ну а к участку стены в Харьковской области зачастили народные депутаты. За последние 10 дней они уже во второй раз приезжают с инспекцией на украинско-российскую границу. Что смогли рассмотреть на этот раз? Давайте узнаем от Светланы Шекеры. Депутаты вслушиваются в доклад пограничников. Им нужно понять, на что пошли бюджетные деньги. В прошлом году на сооружение стены потратили 400 миллионов и уже 200 миллионов в этом. То-то для того, чтобы облагнать 88 километров, вам понадобилось 600 миллионов гривен. Я понимаю, правильно? Нет. 88 километров – это только ракадная дорога. Она входит в состав тех костей, которые были потрачены. Это 400 миллионов гривен. Туда входят 5 опорных пунктов. Ров, вал, КСП, дорога, паркан. После доклада депутаты одни в шляпах от солнца, другие с боевыми медалями на груди выезжают на саму границу. Фотографируют и комментируют. Пограничники демонстрируют видимую пользу от стены. Контрабандистские тропы зарастают травой. Здесь все шло. Вот эти ближайшие села – все. Всю контрабанду? Все, да, все вот здесь шло. Потому что эти все дороги, которые идут к державному кордону, они все были прохитены. На сегодняшний день полностью зупринены. А в случае военного вторжения стена не спасет. Но противника задержат. Уверены пограничники. Снизу, так сказать, риск прямого, вильного перетину державного кордона. Вал тоже позволит снизить и швидкость, и спроможность техники до маневрования. Сама задумка такого ограждения, говорят депутаты, имеет право на жизнь. Но подход к строительству должен быть иной. Не нужно делать все и сразу. Когда мы пробуем что-то тут, что-то там, мы никогда в жизни не увидим комплексного решения. Мы никогда в жизни не понимаем, куда мы делали деньги. И мы постоянно будем говорить, давайте нам еще, потому что мы там что-то не доробили, а там переробили. Свои выводы о том, как дальше строить и как контролировать расходование денег, депутаты уже завтра озвучат в столице. Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Харьковскую область возглавила женщина. Исполнять обязанности губернатора будет 32-летняя Юлия Светличная. Она окончила Харьковский университет питания и торговли. Училась в Национальной академии госуправления при президенте Украины. Депутат Харьковского облсовета. В областной администрации уже два года. С апреля первый зам главы области. В декларации за минувший год она указала 134 тысячи гривен дохода. Есть у Светличной две небольшие квартиры. Банковский счет, на котором 22 тысячи гривен. И автомобиль Peugeot 2014 года. Прежний губернатор, я напомню, Игорь Райнин, переехал в Киев. Он назначен главой администрации президента Украины. География незаконной добычи янтаря расширяется. Новые участки зафиксировали пограничники на севере Ривненской и Житомирской областей. Вот видео, которое они отсняли. Масштабы впечатляют. Работают копатели с размахом. На огромной территории проложены километры шлангов, с помощью которых откачивают воду. Одновременно янтарь моют сотни людей. Используют не только мотопомпы, задействовали также тяжелую технику, земснаряд и экскаватор. Неподалеку, среди деревьев, копатели организовали лагерь. Интересно, что буквально на прошлой неделе замглавы нацполиции Вадим Троян уверенно заявлял о том, что янтарная мафия в Украине полностью взята под контроль полиции. В Ривненской, Житомирской и Волынской областях работают выездные штабы и Национальная гвардия. Сделать все, чтобы отопительный сезон начался вовремя и прошел без форс-мажоров, призвал премьер Владимир Гройсман все ведомства, которые отвечают за подачу тепла. Сегодня на заседании антикризисного энергетического штаба рассматривали вопросы, которые необходимо решить до начала осенне-зимнего периода. Я хочу подкреслить, что перед каждым из вас и вашим ведомством стоит задание накопичить необходимую количество энергоресурсов, палива, бугилья, обеспечить качественную работу по подготовке всех объектов житлово-коммунального господарства, социальной сферы до опаливного сезона. И насколько я разумею, у нас есть разные результаты всей идеальности. И сегодня Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук рассказал о том, что Кабмин запустил сайт, где любой желающий может найти ответы на вопросы, например, почему выросли тарифы, как формируется цена на газ, как уменьшить плату за коммуналку. На сайте есть калькулятор коммунальных платежей и субсидий, так что расчеты можно произвести самостоятельно. Премьер пообещал, что все, кому нужна будет помощь при оплате услуг ЖКХ, ее получат. Год простоять в очереди на землю, найти необходимый участок и снова вернуться к поискам. Как в Черновицкой области вводят за нас участников АТО. В сюжете Ольги Паломарюк. Павел Григорьевский показывает участок в родном селе под Черновцами. Говорит, хотел посадить здесь сад, выращивать яблоки и груши. Но обещанный государством ПАЙ как участник АТО не получил до сих пор. На данный час престижно искать в нашей области сады и тому подобное. Потребно чем-то заняться после этого, чем-то стараться подняться после тех дней, пребывающих там. Таких как Павел в этом селе более 20 человек. И ни один рассчитывать на участок не может. Земли нет. Категорически заявляет сельский голова. В межах населенного пункта ни одной вольной отделки у меня нет. Хлопцы, кто уволился месяц назад, кто три, кто четыре. Дальше повестки им пришли вникать. За что? За что мы лишаем свое здоровье? Не дай Бог, життя? За что? Как тут, нас же дурят. Три с половиной гектара нашли на окраине села, вот в этой лесополосе. Правда, сначала здесь придется хорошо поработать, говорят бойцы. Мы научены копать, пилить и научены на той же войне. Мы же пристосованы до этого жизни, до природного жизни. Мы тут порядок сделаем, будет идеальный порядок. В обл. администрации вначале даже согласились пойти бойцам навстречу. Месяц назад пообещали выделить землю. Но дальше обещаний дело не пошло. Сегодня участники АТО снова пришли к чиновникам. Губернатора увидели у входа. Тот визитером не рад, спешит навстречу. К бойцам выходят заместители, приглашают в зал заседаний. После часа споров признают. Дело затягивается из-за бюрократических проволочек. Мол, никак не могут найти хозяина лесопосадки. Если это земли, которые сегодня входят в вклад, какого-то предприятия лесного, обл. господинство, тогда тоже есть процедура, и как для того, чтобы все эти пытания решили. Так и не получив ни одного ответа, бойцы разъезжаются по домам. А чиновники в который раз обещают в ситуации разобраться. И уже на следующую встречу прийти с готовым распоряжением. Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер Черноцы. Обстрелы прямой наводкой из гаубиц. Вблизи поселка Коминтерного под Мариуполем враг ведет себя все более дерзко и грубо нарушает минские договоренности. Все подробности узнаем от Александра Пантелеймонова. На наших позициях под Коминтерного кругом воронки после вражеских мин и артиллерийских снарядов. Но боевики наглеют все больше. Вводят на свои передовые позиции бронетехнику и стреляют прямой наводкой. Недавно наемники расстреляли из боевой машины пехоты опору линии электропередач. Огромное металлическое сооружение обрушилось в считанные секунды. Практически каждые сутки на нашей позиции под Коминтерном прилетает целая куча смертоносного металла. Вот от таких довольно легких осколков до огромных по 15 килограммов артиллерийских снарядов. 122 миллиметра артиллерия. Это то, что в принципе давным-давно запрещено минскими договоренностями. Но тем не менее. Каждый вечер одна-две к нам такие прилетают. Не разорвалось, мы детонатор скрутили. То есть, грубо говоря, обезвредили ее. Можно в музей сдавать. Ну а по сути дела от вот такой вот штуки бывает по пояс воронка. На вражеские канонады наши ребята уже давно не обращают особого внимания. Привыкли. Но в последнее время на грубые нарушения боевиками договоренностей перестали реагировать и наблюдатели ОБСЕ. Не едут. Никто ничего не приезжал, никто ничего не фиксировал. Как-то так. Подобная ситуация сейчас наблюдается повсюду. От Мариуполя до самого Донецка. Враг все чаще применяет тяжелую артиллерию. Но украинские военные ответить не могут. Ведь с нашей стороны артиллерия давно отведена от линии фронта. Александр Пантелеймонов, Даниэль Косаковский и Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Цель президент США. В ФБР заявили о задержании мужчины, который готовил покушение на Барака Обаму во время его недавнего отпуска. Кто и почему хотел убить главу государства и насколько реальной была эта угроза. Мой коллега Дмитрий Анопченко с подробностями из американской столицы. Он беззаботно проводил отпуск. Общался с семьей, с друзьями. На острове Мартос-Виньерд президент Америки традиционно отдыхает в середине августа. Президентская чета очень любит это место. И Барак Обама уже седьмой год подряд снимал здесь особняк. Но курорт с бескрайними полями для гольфа не каменные джунгли Вашингтона, где каждый угол под контролем. Меры безопасности тут попроще. Именно этим и планировал воспользоваться преступник. ФБР сообщило о нем немного. 40 лет. Зовут Джозеф Горгюла. Жил в таком вот небольшом городке. Одноэтажная Америка. Холлистон, штат Массачусетс. Его дом оказался просто нашпигован оружием и взрывчаткой. Ну а готовил покушение на президента Америки. Планировал организовать серию взрывов, чтобы отвлечь секьюрити, а потом открыть прицельный огонь. На Горгюла обратили внимание, когда он зачастил в местный оружейный магазин. Был тут по нескольку раз в неделю, присматривался к оружию, скупал все, что мог. А потом приобрел несколько вот таких штурмовых винтовок. И особо интересовался дальностью стрельбы. ФБР получило разрешение негласно проверить его переписку и список покупок. И обнаружило, подозреваемый запасается термитом, компонентом для изготовления взрывчатки и зажигательных бомб. За Горгюла начали следить, а задержали, когда он сказал одному из приятелей, мол, готов вылететь на Марта Свиндерт и атаковать Обаму. Американская пресса сегодня сообщает, подозреваемый не вполне адекватен. Он уверен, что в стране вот-вот должны были ввести военное положение. Он ненавидел мусульман, злоупотреблял стероидами. Но, тем не менее, ФБР считает, что угроза была вполне реальной. И если не для президента Обамы, главу государства явно защитили бы, то для людей, которые могли стать невинными жертвами планов маньяка. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Китай готовится к саммиту Большой Двадцатки. Он стартует в эти выходные в городе Чэньчжоу. Главная тема – это мировая экономика. Хозяева встречи сразу предупредили, что не хотели бы вносить в повестку дня политические вопросы. Но о политике говорить, конечно, будут. В том числе и о ситуации на востоке Украины, скорее всего, в рамках саммита. Какие встречи состоятся, а какие нет, узнаем от Татьяны Лагуновой. Кулуарная встреча на любом саммите зачастую важнее и интереснее официальных и протокольных. Большая Двадцатка – не исключение. Поэтому в СМИ вовсю обсуждают, кто с кем и по какому поводу будет встречаться. Несколько дней назад в прессе появилась информация. Три страны из нормандской четверки планируют переговоры в Китае. Якобы Ангела Меркель, Франсуа Лант и Владимир Путин во время телефонной беседы договорились встретиться на полях саммита и обсудить Украину. Без участия Киева. Информацию распространила кремлевская пресс-служба, а потом сама же ее и опровергла. Мол, договоренности нет. Скорее всего, будут отдельные встречи. Не подтверждает переговоры в формате Меркеля Лант Путин и Берлин. Канцлер Германии только проанонсировала. Говорить с президентом России будет. И сообщит ему санкции. Европа отменит только после выполнения минских договоренностей. Мы ослабим санкции, когда достигнем прогресса в выполнении минского пакета. Это наше общее видение ситуации. И я буду говорить об этом в Китае, где мы встретимся с президентом России. С украинским президентом мы находимся в постоянном контакте. О необходимости выполнять минские договоренности и возобновить дискуссию в нормандском формате при участии всех четырех лидеров заявил сегодня президент Франции. На встрече с дипкорпусом Франсуа Лант подчеркнул, риск эскалации ситуации на Донбассе очень высок. Еще одна встреча в рамках двадцатки, на которой могут обсуждать Украину, тоже под вопросом. В Вашингтоне и Москве не исключают на полях саммита могут состояться переговоры лидеров США и России, а могут и не состояться. Окончательные договоренности по этой встрече пока нет. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Он вошел в историю, но выйдет ли из тюрьмы? Что суд ответил на прошение убийцы Джона Лена на досрочном освобождении? Об этом мы не только в нашем обзоре. Румынский гимнаст и любитель пощекотать нервы Флавио Чернеску прокатился на моноцикле по краю заброшенной дымовой трубы высотой в 256 метров. После пересек ее по металлической балке, жонглируя апельсинами. Месяц назад экстремал уже был на этом самом месте. Тогда он прошел по канату, натянутому над трубой. Рулики Флавио в сети набирают до миллиона просмотров. Убийца Джона Леннона отказали в досрочном освобождении. Специальная комиссия уже в девятый раз отвергает прошение 61-летнего Марка Дэвида Чепмана. 35 лет назад в Нью-Йорке он выстрелил в спину Леннону, когда тот возвращался домой с женой Эйока Оно. Легендарный музыкант умер от потери крови, а Чепман, как и планировал, вошел в историю. О ком забыла смерть? В Индонезии отыскали самого старого жителя планеты. Мбаху Готто сейчас 145 лет. Согласно документам, он родился 31 декабря 1870 года. Готто пережил четырех своих жен и всех детей. Сейчас живет с внуками и правнуками на острове Ява. Мбаху давно ждет своей смерти. Групп купил себе еще в 1992-м. Фейерверками, светомузыкой, песнями и плясками отметили в Таиланде окончание строительства самого высокого небоскреба в стране Макханахон, что переводится как «Великая столица». Строили это гигантское сооружение 6 лет и потратили более 600 миллионов долларов. Цены на квартиры будут с шестью нулями. Пел на открытии сам Хаса Карерас. Правда, церемонию пришлось перенести, так как в намеченные 7 часов вечера город накрыл тропический ливень. Телевизор лучше спорта, даже с пустым экраном. В эти выходные британская телевизионная сеть ITV устроила необычную акцию. Компания на час отменила вещание на всех своих семи каналах, чтобы побудить зрителей заниматься спортом. Вместо передач транслировали сообщения с призывами больше двигаться. При этом, как утверждают британские таблоиды, 60 тысяч телезрителей вместо того, чтобы заняться спортом, предпочли смотреть эту заставку. Пять дней под завалами провела кошка Джоя. Ее нашли спасатели, разбирая обрушившийся после землетрясения Виталий дом. Изможденное напуганное животное напоили водой и передали хозяйки, которая искала свою любимицу все эти дни, отказываясь покидать разрушенный город Аматричи и просила спасателей найти Джою. Гордость Украины. Под Одессой сегодня встречали олимпийского чемпиона Юрия Чебана. В чем секрет 30-летнего канаиста, который приносит Украине уже второе золото? Узнаем от Андрея Анастасова. Тренировочная база на окраине Южного. Юрий Чебан показывает место, куда пришел заниматься греблей 15 лет назад. Вот это эллинг для наших мальцов. Тут вы видите очень много лодок. Тогда ему было примерно столько же, сколько этим юным гребцам. Но в отличие от ровесников, Юрий в два раза быстрее улучшал результаты и уже в 18 поехал на свою первую олимпиаду. А вот так вот все, опа, и кулачком. Затем бронза в Пекине, спустя 4 года золото в Лондоне и вот снова золото в Рио-де-Жанейро. Наставник Юрий объясняет, хорошая спортшкола, сильные тренеры, ну и конечно талант. Сам по себе физически сильный, одаренный, с хорошим чувством воды. Он может даже в невероятных моментах собраться и сделать то, что другое не может. По словам Юрия, во время решающей гонки ему было важно отстоять чемпионский титул для Украины. Недаром на борту своего каноя Чебан изобразил казака с булавой, скачущего на коне. Смысл этого всего, что наш народ свободный, его не остановить. Сейчас олимпийца буквально носят на руках, у него самого такое повышенное внимание вызывает смешанные чувства. Все с разбегу целуют. Те, кто даже раньше не верил, все они, ну сейчас оказывается, все любят и верят. Спортивный клуб «Химик» подразделение Одесского припортового завода. Сегодня на предприятии устроили торжества не только для Юрия. Пригласили его главного тренера и маму. Пользуя звездным статусом сына, она собирается вместе с ним отстаивать отечественный спорт. Будем нарушать схемы, чтобы никто не мог наживаться на спортсменов. Нация должна быть здоровой. Ну а в Южном, на тренировочном пруду, тем временем воспитывают новых чемпионов. Простой принцип за долгие годы не изменился. Весла выставили и вперед. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер», Одесская область. Наш сайт подробности Юэй. Информация там обновляется постоянно. Хороших вам новостей. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова